С миром. Просто пол характера. Значит, от Иакова, послание, глава 4-й стих, там вот два слова, повторяется слово, прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть, вроде как в отгоде, как вы понимаете, два таких сравнения. Прелюбодеи и измена после того, как сошлись. Блуд, когда неженатый, творит тот же самый грех. А любодейство называется то и другое. Понятно. Все? Да, все. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, никого больше нет, отхожу. С Богом. Инатий Тихонович, мир вам. С миром. Можно вопрос такой, как на него ответить? Вопрос о ветхозаветных праведниках. Их Христос после воскресения вывел в рай. Среди них же были участвующие воины, благословенные Господом. И вот новозаветные праведники, они оказываются по воле Божьей там же? Или это нам не открыто? Мы не знаем. Я ничего не пойму, невнятно здесь. Ну, кто-нибудь переведите. Сейчас, давайте я погромче попробую сказать. Ветхозаветные праведники, они же участвовали, могли участвовать в войнах, которые Господь благословил. И Христос их вывел после своего воскресения. Они в раю теперь? Как ответить на такой вопрос? Никак не ответить. Иоанн Златоуст говорит так. О чем Библия молчит, о том не рассуждаем. Господь сокрыл это. То есть они умерли, вернулись на кладбище и умерли. Вот взял их с собой там или что, не знаем, тела остались на месте. Тела не воскресшие были на время только, пока явились. А души, мы можем только предполагать, что они на небе. Но утверждать не можем. Благодарю. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Слава Христу. Спасибо, Христос. Так, все. Спасибо, Христос. Благодарю. С Богом отхожу. В Esp Martinus �ает. Храни вас, Господь. Во истину воскресе. Во истину воскресе. Христос воскресе. Аминь, спасу, Христос. Во истину воскресе. Во истину воскресе. Во истину воскресе.